Неважно, в какую сторону ты будешь выбирать, я все равно тебя люблю любым. Опять же, не верить в женщины. Это вот прям настолько явно было для меня показано, что... То, что я могу уничтожить, вот именно это я могу контролировать. Да, класс. Еще момент с ядерными боеголовками, тоже прикольный такой. Но при этом мой нож уже вот у тебя вот здесь где-то стоит, и ты говоришь. Интересно. Факт там подтверждает, что я есть волшебник, я есть творец. А давайте нет. Можно я обычной земной жизнью поживу там вот? Вот это очень круто. Прям в точку. То есть смотри. Всем привет. Привет. Здравствуйте. Мы находимся во Владикавказе, Осетия. Я в гостях у Марика, Саслан. Сейчас мы вам откроем, ради чего мы собрались в этом замечательном месте. Вчера мы посмотрели фильм Дюна, вторую часть, и у нас возникло желание обсудить это на камеру и обсудить не только широкую часть этой картины, но и нюансы. Почему именно такие классные моменты подобраны в фильме? И когда я за кадром с вами это обсуждал, меня это прям дико впечатлило, и мне захотелось со своей аудиторией поделиться и вашими мыслями, и то, как мы можем это интегрировать в свою жизнь. Так что давайте, наверное, послушаем, почему именно так фильм был этот долгожданен для вас. Да, для меня прям долгожданный фильм. Два года его ждал после выхода первой части. Опять же, если говорить про случайность или какой-то сакральный смысл и знаки, то у меня бывало, что в момент моего тотального одиночества и неверия в себя, это когда у меня там условно отключился интернет, мобильный телефон, кабельно отключили, всё, я вот в пустой своей квартире сижу и начинаю в компе искать хоть что-то, чтобы вот послушать, посмотреть, и нахожу когда-то скачанную аудиоверсию книги и начинаю её слушать, и я в итоге не смог уснуть. То есть я вот расслабился, начал слушать, и там до мурашек у меня доходило от того, что я вот это представлял, визуализировал, как это будет во второй части, и вообще какой смысл в этой книге заложен. И прям ждал с радостью экранизацию. Ни капельки не жалею. Ты единственный, кто из нас читал книгу, кстати. Ну хотя бы слушал. То есть у тебя есть шаблон какой-то, по которому ты идёшь, а у нас вот чистая импровизация воображения. Ну давай, давай как раз это и используем в нашем диалоге, да, для того, чтобы понять, типа, где есть вот эта грань между тем, что уже написано, и тем, как мы можем дальше воображение опустить. Вот условно говоря, Пол, главный герой, для меня это такой уникальный персонаж, с которым, наверное, каждый из нас может себя ассоциировать. И вот это его тотальное изменение в конце фильма, ну если, грубо говоря, мы уже все смотрели этот фильм, не боимся спойлеров, да? Да, да. Вот для меня до того момента, как он в себя не верил, вот все его действия были вот типа прям понятны. И когда вот это у него внутри поменялось, то, что он абсолютную веру в себе ощутил, он увидел всё пространство возможностей, и вот эту именно узкую дорогу, по которой вот он, мужчина, сделал выбор идти, вот на уровне ДНК, вот как будто мне это передалось. И я вот в моменте фильма ощутил, вау, как круто, ну типа вот эта вера, когда ты в себя начинаешь верить, может поменять всё твоё существо. И вот типа вот этот момент, как вот вы воспринимаете? А ты только положительные части увидел в этом? Или что-то отрицательное тоже? Я почему-то для себя так и положительное. Одно удовольствие с ним. Мне показалось, что там есть какой-то всё-таки такой тёмный момент в этом во всём. То, как он боялся этой веры, как он боялся фундаменталистов, то есть боялся самого себя, боялся власти, своих теневых сторон, которые он может проявить, когда эта вера к нему придёт. Ну вот ты говоришь фундаменталисты, да? Ну это же тоже вера просто слепая. Ну он боялся этой слепой веры и боялся ослепнуть от веры других людей в него. Подожди, ну там, давайте не будем забывать. Ну я так это вот ощутила. Там же ещё очень чётко переплетается любовная линия. Он, наверное, страх всё-таки был потерять себя, как взаимодействие в любовном этом... Ну вот, кстати, он поверил в себя или поверил в путь? Ну смотри, классно. Я тоже кайфую вообще. Как я ждал этих вопросов. Просто вот на самом деле вот эти вопросы, которые ты в фильме не понимаешь, их важно обсуждать. Потому что, ну, когда мы найдём ответ, сейчас или, допустим, после, когда получим инсайты, да, мы можем, ну типа, в себе вот этот шифт сделать, изменение, которое, возможно, будет благоприятно, да, влиять на будущее. Ты говоришь то, что есть его путь, в который он якобы верит, либо не верит, и есть его вера в себя, как в избранного. Не совсем. Мне кажется, что как раз-таки вера в себя, как в избранного, это вера в этот путь. А вера в себя, как, ну, то есть в какой-то отдельный путь, тот путь, который он проживал, пока он не был этим избранным. Путь Пола Атрейдоса, путь мужчины, путь любимого Чани и так далее. Вот этот путь. Обычного человека. То есть пока он не взял на себя бремя вот этого ответственности за Вселенную. Вы разделяете это или у вас это вот как-то всё идёт вместе? Ну вообще шло вместе, пока ты не задала этот вопрос. Ты хочешь сказать, что у него два пути, это вот как ему его сестра говорила, что у тебя ты предназначен для большего союза, да, то есть большей игры какой-то, картинки. И есть его, ну, примитивное какое-то мужское начало, да, которое хочет любви, и он знает конкретно, кого любит, и типа не предал ли он себя в этот момент. Вот это очень классная мысль. То есть по сути есть какое-то, вот это тоже давайте определяться с терминами, с понятиями. У него есть видение до того момента, как он поверил в себя, да, что вот он обычный человек. Он в первой части даже отцу сказал своему то, что я вот, может быть, не хочу быть принцем, я не хочу на себя брать эту ответственность. А ему отец говорит такую фразу, вот от которой у меня мурашки. Неважно, какой выбор ты сделаешь, ты всё равно будешь самым важным человеком для меня, точка, моим сыном. То есть это очень правильное отношение отца к сыну, потому что неважно, какую сторону ты будешь выбирать, я всё равно тебя люблю любым. Я буду любить тебя любым. Да. И из этого состояния, ну, ты не нуждаешься в том, чтобы кому-то что-то доказывать, да, становиться избранным, вот выбирать какой-то путь, который не твой. Потому что, возможно, мама, да, его, когда выпила некую в фильме, это называется... Живая вода. Живая вода. Я, допустим, очень, ну, типа, сильно связал с айвазкой это. Потому что, ну, у меня был экспириенс, когда я пробовал её, и у меня прям вот щелчок, какое-то внешнее воздействие, ты выпиваешь, и ты начинаешь по-другому видеть реальность. Вот как вы считаете, во-первых, живая вода, что это для вас? И, во-вторых, вот, как поменялось? Почему он вообще решил, что нужно слушаться маму, которая выпила вот эту живую воду, и потом ещё и впоследствии самому её выпить? Которая, по идее, смертельна для него. Для мужчины. Что помогло ему, кстати, да, пережить это? Вот она задаёт вопросы реально. Ну, мне интересно, как вот вы, как мужчины, чтобы ответили на этот вопрос. Что может помочь мужчине пережить то, что мужчина, по сути, не должен пережить? Ну, смерть — это смерть эго. Потому что у каждого мужчины есть вот это эго, где я самый, типа, сильный, ну, вот это мужское начало. А, ну, типа, айвазка, по сути, она тоже убивает в тебе какую-то часть, которую ты себя, ну, типа, рассматриваешь, что я вот такой. И бац, ты совершенно под другими рамками, без ограничений, без всего, начинаешь... Страхи убирает. Страхи, блоки. Ну, допустим, что помогает, я даже не знаю. Мне вот интересно послушать ваше мнение. Классный вопрос. Какой молодец. Я вот не знаю. Я скидываю ответ. Нет, если просто как мужчина ответить на этот вопрос. Что может помочь мужчине прожить то, что изначально для него смертельно. Любовь. Для женщины. Маленькая ремарка. После второго просмотра Дюну, я спрашиваю девушку, говорю, как ты думаешь, Пол и Чана, они любят друг друга? Она его любит? И она такая, так он же её предал, типа. И всё, я такой, вот из всего фильма ты только вот это увидел. Для меня фильм... В смысле, это на поверхности? Да. То, что он её предал, это вот такое вот... Я вообще не заметил этого, пока она это не сказала. Я говорю, где он её предал? Она говорит, ну, типа, он заключает союз с его и женщиной. Я говорю, ну, я по книге уже знаю, да, что у него и до этого была уже жена. И, типа, почему ты так вот реагировала? Для меня главное, как раз, что дало мужчине, Полу, вот эту веру в себя и уверенность, смелость пережить свой страх, как раз женщина. Её молчаливая вера в него, потому что по факту она нигде... Но она не совсем молчала. Ну, да, это вопрос чувствования того, что он знал, что она всё равно рядом с ним, она в него верит, она ему... Но она верила в Полу, но не верила в его путь избранного. Причём она же сказала такую фразу, вот у меня прям всплывает это. Я буду любить тебя, пока ты будешь сам собой, или что-то такое. Но он спросил несколько раз, типа, вот, ты веришь в меня? У него не хватало вот этой веры, и поэтому он спрашивал. Потому что если бы хватало, он бы даже не спрашивал этого. Но когда он выпивает вот эту воду, все страхи уходят, и всё, и он чётко вообще понимает, что вот всё вот так в судьбе преднаписано. Офигенный момент. Нет, я только второй раз, когда я пересматривал, заметил, что, типа, а что ему дало эту уверенность? Что, типа, он про Чану так же говорит. Ну, она поймёт меня, я это знаю. Он увидел это. Да, он получил гарантии, что всё будет хорошо, несмотря на вот такой трэш, который у него сейчас с ней. Но он же говорил о том, что он видит очень большое количество вариантов развития событий, как Доктор Стрэндж. Но выбирает он единственное. Единственную сложную, да, узкую тропу. Это тоже прикольная мысль про то, что нет какого-то определённого будущего, нет никакой судьбы какой-то предначертанной, и есть большая вариативность, да, и ты можешь. А почему вот... И открытое сознание помогает видеть эту картинку, наверное. Разные варианты. Открытое сознание — это то, когда ты... Как в шахматах. Как в шахматах. Это то, когда ты в фильме выпиваешь воду и типа убираешь все ограничивающие вот эти шаблоны. Что такое открытое сознание для тебя? Интересный вопрос. Типа, почему вот сейчас, допустим, у меня... Что мне нужно сделать, к примеру, чтобы открыть сознание? В фильме пол, допустим? Расширить. Ну да, а какие пути расширения сознания есть? Не, ну есть и не очень хорошие. Относительно. Кто-то выбирает сам, да, как это. Какие-то... Ну, инструменты, да, с помощью которого мы можем расширить своё сознание. Айвазка. Это внешнее воздействие. Мне кажется, что это обязательно внешнее воздействие. Да, обязательно внешнее, потому что если да... Ну, это лёгкий путь, да, который тебе, в принципе, может показать эту большую картину и опять же дать тебе вот эту внутреннюю веру. Ну, опять же, для меня, допустим, это медитации, которые помогают мне себя услышать, почувствовать, почему я себя так веду, чего мне не хватает. И в жизни, там, бытовые случаи, когда я там срываюсь или наоборот ухожу в безответственность, да, почему я так делаю? Потому что есть страх своего потенциала. И для меня было удивительно, что я боюсь именно того, что вот ты такой же, как Пол, там, Творец или Избранный. Типа, мы все этого хотим с теми же комиксами, да, иметь какую-то суперсилу. Но когда тебе говорят, вот она, ты такой, да, ну, а давайте нет. Можно я обычной земной жизнью поживу там вот? А что такое Избранный для вас вообще? Вопросы. Вот это кто-то реально рождённый? Или это человек, который может стать, любой может стать Избранным? Любой, нет, по определению мы все, вот вчера я от Макса слышал офигенную, вот прям мысль топ, что по факту рождение тебя, ну, каждого из нас, это уже чудо. Когда из неорганических веществ появляется органика и появляется сознание, да, это же вообще что-то нематериальное. Вот мы почему-то списываем на то, что человек рождается, это уже факт какой-то магический, факт чуда. И мы такие, типа, относимся к этому, ну, it's ok, это вот, ну, это обычная тема. Разово, да, типа, естественно. Хотя, вот это уже человек-творец, он родился из какого-то вещества, которое не имеет сознания, и в себе вот это фактом подтверждает, что я есть волшебник, я есть творец. И когда вот ты классный вопрос задала, что даёт тебе понимание быть избранным? Наверное, в то, что, ну, вера, абсолютная вера, то, что ты можешь нести свой путь, идти по этому пути через любовь или через какие-то другие инструменты, которые дают тебе веру. То есть веру же можно и не только через любовь транслировать. Да. Опять же, ну, в моём понимании вот этот путь, он состоит из выборов. И даже если я условно сейчас не готов, да, ну, тот же Пол, да, он очень долго этому сопротивлялся. И мне в этом плане понравилось фраза его отца, истинного лидера призывают, и он идёт на зов. Типа, неважно, как ты, кем ты себя считаешь на данный момент, ну, уверен ты в себе или нет, но когда придёт время, а всему своё время, да, и место, и ты внутри вот с этой верой уже идёшь на зов. И вот тут важный вопрос, моё личное, эгоистическое, я его ущемляю, когда иду во что-то большее? Типа, я делаю, ну, условно, живу жизнь во благо других, или я вот такой, ну, нет, вот, знаете, вы там сами справитесь, а я вот хочу пожить вот такой простой. Ну, то есть путь избранного убивает личность как-то? Вот это очень круто, прям в точку. То есть смотри. Я не хотел её убрать, я знал, что она так будет делать. Не, ну, очень вопрос интересный, я вот думаю о нём, и, ну, честно говоря. То есть, по сути, если мы смотрим на фильм, вот когда Пол стал и поверил, что он избранный, по сути, он в себе убил вот эту жизнь простую, и его возлюбленная, да, она встала и ушла из этого, ну, об окончании в зале, да? То есть, по сути, вот эта вот линия на данный момент, в данную секунду рвётся, потому что если бы он, допустим, не принял союз с королевой, да, с дочерью императора, он бы, типа, сохранил себя, но вопрос, что поставлено на кон, там дальше идёт цена целой вселенной, да, ответственность за войну во вселенной, то есть, большая какая-то, больше масштаб. Но в итоге, если он всё видит и все возможные варианты события, как показано в фильме, он всё-таки выбирает вот эту узкую тропу, единственную, да, возможную, которая, наверное, приведёт к единственному результату, который, на его взгляд, без шаблонов, без страхов, будет лучшим для всех, для вселенной, а не для него, как для человека. Интересно. Ну, у меня ещё, вот, я несколько дней думал над вопросом служения и прислуживания. И вот, ну, наверное, ярко, если честно, я вот сейчас об этом подумал. служение — это когда ты понимаешь, что ты что-то отдаёшь, ну, условно даже, да, там, часть своей жизни, но ты это делаешь без какой-то выгоды для себя, ну, эгоистичной прям выгоды. Да, то есть он понимал, что всё, ну, вот, пришло это время, и он делает этот выбор, и он понимает, что он там условно жертвует в данный момент своей какой-то земной частью и кайфом, любовью со своей возлюбленной, да, но при этом он всё равно это делает, потому что, опять же, пришёл на зов, да, и не может это не сделать. Ну, это сложно, типа. Вот в реальной жизни это сложно. И не в реальной жизни тоже, как выясняется в фильмах, тоже это сложно. А вот вопрос прислушивания — это когда я, ну, типа, ищу выгоду вторичную, там, или которую я сам себе даже, там, не хочу признаваться. То есть ты просчитываешь, да, вот я сейчас какую-то услугу тебе предоставлю, ожидая, что ты мне за это либо заплатишь, либо дашь что-то взамен, типа. Да, да. Мне кажется ещё, что служение — это то, что человек не может не делать, в принципе. Ну, то есть оно из него идёт само. Ну, вот мне кажется, что он дошёл до этого, что он понял, что он по-другому не сможет. Окей, а давайте, чтобы вот эту картинку понять, вот зумаут сделаем с другой парадигмы. Давайте посмотрим, вот какие мелочи, вот типа специи. почему специи, допустим, добываются на планете, где пустыня, неплодородная почва. То есть есть какие-то такие резонирующие вещи, как бы должно быть плодородная почва, она должна давать, типа, какую-то животворящую там воду и так далее. Но мне кажется, это не случайно, так показано, что пустыня, там нет жизни, но она даёт жизнь через специи. Кстати, как было в книге, что вообще произошло, почему Аракис стал пустыней? Мне кажется, там может быть какой-то ответ. Там было, что вот эти резервуары, которые в первой части есть, то есть её изначально хотели сделать пригодной для жизни и то есть наполнить водой, да. То есть сделать рай как бы там. Да, но потом нашли специю, а специя единственный уникальный ресурс, благодаря которому они совершают межгалактические перелёты. и как раз, да, ну имеют какое-то условно там психотропное действие на людей и они могут высчитывать будущее. Вот в первой части там как раз показывали вот этот парень, который высчитывал, сколько это стоит, как они будущее видят, да. И благодаря этому, естественно, они увидели ценный ресурс и типа, ну, зачем нам зелёный рай, когда мы можем просто добывать этот ресурс, специю. То есть такая жертвенность. Ты, по сути, выбираешь во благо себе в эгоистических целях получать какой-то ресурс, но тем самым, тем самым планету ты не делаешь раем. И те люди, которые там живут, не получают блага рая, которые они должны были получать, они должны были жить в раю. Но из-за того, что кто-то сверху, там, император вселенной, да, решил, что эта планета останется пустыней, но зато мы получим ресурс. Но они же, в принципе, я так понимаю, что как одичалые примерно плюс-минус в «Игре престолов», что-то такое, что за стеной и о них никто не беспокоился. и что их даже по… Ну, то есть император думал, что их нет в таком большом количестве, что юг непригоден для жизни. Я так по фильму поняла. Что они даже не думали, что там такого большого количества людей может жить. Ну, по факту нашли планету, хотели помочь, потом увидели в этом ценные ресурсы, такие, ну, вы там потом как-нибудь, пока специю выкачаем, а потом будем разбираться с вашим зелёным раем, водой. Грубо говоря, это вот Африка, допустим. В Африке есть дешёвая рабочая сила, в Африке есть там ресурсы, кофе и так далее, которые они добывают за копейки. А, допустим, условно говоря, более развитые страны получают эти ресурсы и продают намного дороже. И ВВП складывается разных стран из-за вот этих ресурсов. То есть, по сути, это такая нелинейная зависимость, где кто-то получает больше, кто-то сильнее, а кто-то получает меньше, кто слабее. Ну да. Крутая аналогия, мне кажется. Мне кажется, там вообще много политических всяких, экологических и так далее, отсылок. Экологические какие? Ну вот, мы вчера как раз обсуждали, во-первых, то, что земля превратилась, ну не земля, а обитаемая зона определённая превратилась в пустыню. И когда показывали планету Харконенов, она чёрно-белая вся, там Владимир Харконен в этой нефти вообще, или в чём он купался, и при этом у них нет волос. Мы ещё вчера с тобой обсуждали, у них нет ни бровей, ни волос. Почему у них нет волос? У всех, да, как у нации, или как это сказать? Ну вообще, да, у всех, на всей планете нет волос. Вот, именно в планете, потому что, опять же, без спойлеров, но мы знаем, да, что преподобная наша является его дочкой, и, соответственно, у него волосы были, значит, дело... В экологии, да? В экологии, да, этой планеты. А, прикольно, прикольно. То есть они... Там, не на генном уровне, они там лысые все. И, может быть, поэтому они чёрно-белые как раз показывают, Ну это очень интересно было, то, что это такое... Ну как будто эмоций нету, как будто у них такая радость, да, занижена, типа, на других вибрациях она. Прикольно. Вы салюты отметили? Какие салюты? Ну вот эти... Когда он победил, пятна на фоне чёрно-белых. А это салюты? Это салюты? Я ещё думаю, что это вообще непонятно что. Ну насколько... То есть даже радость такая, да? Ну типа для нас же салюты... По куполу било что-то. Да, да. Салюты это же там, типа, очень красочное что-то, а у них чёрно-белое. Ну это классный режиссёрский ход. Ещё момент с ядерными боеголовками, тоже прикольный такой. Про то, что есть примитивный удар? Ну что можно использовать в точечной и в таких целях? Ага. Ну при этом он сказал, ну уничтожу планету, ну типа мне хватит, да? Их такой... Ну вы вообще как на Пола смотрите? Ну и не только на него, на всех остальных персонажей. Как что-то... Вот есть чёрное и белое? Или вы заметили, что там нет какой-то одной стороны? То есть на стороны такие, вот как обычно бывает, вот чёрное, вот белое. Не разделено? Это прикольно, потому что вот вчера в фильме, в концовке, мать Пола, она же сказала вот так вот, без языка, да? Она сказала, что зря ты не выбрала сторону моего сына, он в итоге избранный, он победитель якобы, а вот это главное... Бене Гессери, да. Бене Гессери, да. Она такая говорит, ты до сих пор на своём уровне осознания считаешь, что существуют стороны. Какие-то стороны. Ты-то должна знать, что нет никаких сторон. что нет никаких сторон. То есть по сути, это вот сторона, это вот белое-чёрное, это вот добро-зло, это вот победитель, проигравший, ну то, что земля-небо, да? То, что... Дуальность. Дуальность некая. Вот в Матрице это 1-0, да? То есть как какой-то набор, который мы можем выбрать, ну свобода этого-то выбора. И по сути, она такую мысль в конце фильма транслирует, что это просто, ну типа судьба. Это просто вот стечение факторов, обстоятельств, которые мы что можем делать? Она до этого сказала, мы там планируем. Мы не выбираем, да? Помнишь? Диалог с дочкой императора. Да, зачем типа вообще в этим всем, мы этим занимаемся. Мы планируем. Ну а вот им вообще была разница, кто станет этим Лисан-Аль-Гаибом, как думаете, этому ордену Бен-Эгэссерит? Не об этом она говорила. То есть они его придумали, а кто им станет? Какая разница, какую сторону они заняли в этот момент, если для ордена главной целью было, чтобы этот Лисан-Аль-Гаиб появился. А кто он для них? Проект. Кем они могут управлять? Ну вообще, я так понимаю, что они получали знания по женской части. Им нужен был мужчина избранный, который может заглянуть вот в эту решётку и увидеть память предыдущих поколений по мужской линии. А почему именно мужчины? Потому что женщины не видели по Y-хромосоме ничего. А, реально? То есть они видели всё, что идёт по Y-хромосоме. Да, она же говорила, куда я бы... Я её не пустил. А то, что идёт по Y-хромосоме, они не видели. И им нужен был мужчина, который будет видеть это всё. То есть не просто управлять, а видеть большую картинку. Вау! До мурашек прям. Это, подожди, это сейчас пазл круто. Я вообще это не осознал. То есть, по сути, почему женская, да, вот, начало не видела полную картину, да? Потому что, вот, допустим, в конце он понимает, что он по мужской части внук вот этого Владимира. И, по сути, он складывает, понимает вот это предательство, находит изъян в этом, убивает этого Владимира и такой понимает, я же, по сути, кровь, у меня в ДНК кровь, и я, типа, я поэтому могу использовать эту силу ДНК во благо. И, то есть, он говорит, я поэтому смогу победить, потому что во мне есть, я принимаю в себе этот изъян, я его осознаю, я его увидел, потому что он мужчина, да? И поэтому он смог завершить. Потому что, если бы это была женская какая-то, да, роль, она бы не увидела просто картину большую. Да, он сказал, что мы Харконнены и будем действовать как Харконнены, кстати. Ещё интересный момент про червя. Так. Тоже про тьму ты сейчас сказал, и я вчера поймала себя на мысль, что червь, это же, в принципе, как олицетворение змей, червь, в культуре идёт как тьма, ну, то есть, как олицетворение зла. Так. Ну, всегда там есть вот в Англии, там, с каким-то лэмптонский червь, кажется, ну, там, Георгий, святой Георгий поражает червя, там, Ра в египетской мифологии постоянно борется с опопом и так далее. Ну, то есть, это прям такой знак тёмной силы. червь. Окей, я первый раз слышу это. Ну, у меня такая ассоциация, не то, что за чистую монету это выдаю. И в Дюне это первое такое произведение, в котором я увидела, что избранный не должен поразить червя, он должен его оседлать. Ух ты. Ну, то есть, обычно избранный всегда убивает червя, то есть, он спасает. А здесь как будто бы глубинное принятие того, что борьба с тьмой, вот такой, на таком уровне, она бесполезна, её можно, ей можно управлять, научиться, но невозможно её поразить. Оседлать? Вау. То есть, если, вау, это получается, червь, это враг, это твоё эго, если дальше копать, это какая-то тьма твоя, которой ты боишься. Ну, можно и так, да. Ты можешь её... Ну, в принципе, как тьма, он и поднимается снизу как-то. Если ты её убиваешь, ты, грубо говоря, лишаешь себя этой силы. Да. А так ты её... Не гуляйся тьмы. А так ты её используешь, типа, как баланс, да? Где-то как тьму, но как оружие, да? А где-то, ну, ты её просто можешь осознанно, волей, да, в потоке какие-то пускать. Вот здесь вот, в эту битву, здесь она, наоборот, ниже, да, по уровню. Круто! Я вообще этого даже тоже не осознал. Ну, а про Хардконнеров, да, вот опять же, он принял в себе, да, вот, ну, типа, насколько это сложно, ты, вот он говорил, вы там 10 лет с ними, десятилетиями воюете, мы там веками с ними воюем, и это твой самый ненавистный враг, и ты вдруг понимаешь, что, ну, это там братня твоя, да, кровинушка. Ну, это же тоже про вот это зеркало. Что мы не принимаем больше всего, то 100% нас есть. И насколько, и он вот взял из этого ресурс, того, что, типа, ну, тогда буду поступать так, как они поступают, раз я часть этого. И это такой, ну, тоже для меня знаковый момент, что, ну, в фильме он его, конечно, ну, не фигурально убил, да, но по факту это про принятие вот этой агрессии в себе, что ее можно направить в какое-то созидательное русло. Не задавить, потому что она все равно в какой-то момент, да, опять будет, то есть ты ее не научился ей управлять, а просто задавил грубой силой. А тут, когда ты осознал, разложил на молекулы, как она работает, ты можешь в любой момент ее вызвать, да, поднять. Ну, важно принять ее для этого, да, он принял это спокойно, что... Да, первостепенно принять этого, что ты такой же, как, ну, Да, это же сложно, самое сложное. Чтобы посмотреть на Харкона и сказать, ой, я Харкона наполовину. Вау. Что делал Пол там 70% двух частей этого фильма? Он не принимал эту войну в себе. Типа он же всегда говорил, нет, я вижу этих там толпу фанатиков, которые идут за мной, да, типа я вижу эту священную войну, миллионы... Погибнут. Погибнут, да, и он это не принимал на таком каком-то обывательском уровне, что типа я не такой, вот, во мне этого нет, я хочу вот что-то созидательное принести, вот, воду на планету и все остальное мне неинтересно. А потом вот, когда он принял, что в нем есть эта часть, ну, опять же, да, на генном уровне у него, и смог это перенаправить и сделать, ну, типа, с минимальным ущербом войти в этот конфликт. Ну, минимальный ущерб не знаю, насколько это минимальный ущерб, но у меня вопрос. Как вы понимаете вообще черты Харконна? Какие вы черты увидели в поле от Харконна? Ну, вообще, что лицетворить? Ты говорил про агрессию, но не только же агрессия там есть. Мне кажется, первоочередно это стремление к власти. А стремится он к власти? Пол? Да. Ну, подумайте. Наводящие вопросы, да. Не, ну, в момент, когда он увидел большую картину, вот, по хромосоме, да, своей мужской, он в этот момент понял то, что черты как раз вот заложены от дедушки, да, а вот этот дедушка, и он же убил этого дедушку, как бы. Он, по сути, признал... Чего не убил, а деда убил. Вот это надо вынести в начало тебе. А при этом Владимир, даже когда умирал уже, да, он все равно вот лез к этому трону императора, типа я вот там в следующий вздох. Ну и вот наоборот он тоже так поглядывал на этот трон, ну то есть это прям, мне кажется, отличительная черта, это стремление к власти. Давайте честны будем, когда он говорил речь перед фрименами, да, на юге, о том, что я вас теперь поведу, да господи, у меня мражки были, я вот прям думал, все три раза пересматривал. Стал и пошел, вот, да, ну настолько он был убедительным вот этой своей... Подожди, а как он сказал тебе? Для меня, кстати, нет. Нет? Ну вот как для женщины, мне хотелось как Зендея подскочить сказать. То есть для меня прям вот Зендея это полностью мое ощущение пола на протяжении фильма. То есть я вот так же не принимала какие-то вещи. То есть ты тоже чувствовала, что... Ну здесь, мне кажется, про путь мужчины и про путь женщины. Прям разделяется. Да. Ну а вот смотри, там есть линия женская, это Зендея, есть мама пола, которая тоже очень важную роль сыграла. Я, допустим, себя вообще, когда пытался... С кем я себя не олицетворяю, это вот как раз с мамой, потому что я прям ну как-то ее... У меня как будто отвращение к ней, что она такие вещи делает. А потом на самом деле я осознал, что ну что-то вот во мне тоже отражается. Вот мне есть вот эта черта, да, хотя она такая негативная. На самом деле вот его мама, она же видит большую картину. Она какой-то такой интуит, которая первая поняла, что надо выпить эту воду, не побояться. Она уже была подготовлена ведь к этому. Она еще и родила его как-то, мальчика. Да, вот, опять же, это же тоже про одну легкую гордыню, когда ему сестра Гасси... Бен Гасси... Бен Гасси... Вот смотри, я тебе сейчас скажу мысль. Вот это прямо сейчас родилась. Вот если ты смотришь, ты как человек можешь видеть лес, а можешь видеть деревья. Вот кто-то видит реально большую картину изначально, лес, и не может увидеть дерево конкретное. А кто-то наоборот видит вот это дерево, но не видит весь лес. И в этом, ну, типа такая дуальность, то, что именно благодаря тому, что она смогла поверить, убедить Пола, своего сына так воспитать, она видела вообще всю картину еще до того, как выпила эту воду. Ну, хотела верить. У нее было масштабное такое видение. И потом она просто, ну, подтверждение нашла в этом. но по сути все остальные, ее сын Пол, без ее вот этого видения и большой веры не смогли бы к этой точке прийти. По сути, у нее такая основная роль, которая, ну, закладывает вообще масштаб вселенной. То есть она благодаря вот этому ядру, которое она посеяла в поле, да, сознание, она, типа, смогла вот реализовать весь этот большой план через инструменты там мужские, Пола, через какие-то, ну, избранные он стал себя поверил, но изначально она увидела всю эту картину. Она, ну, до того, как она бы увидела и передала все это Полу и так далее, и так далее, но не было бы вот этих шагов по сути. Ну, кстати, здесь же тоже в какой-то степени образ Богоматери. Там, где есть Мессия, получается, обязательно идет Мать. То есть его же преподносят как-то, вот как Мессию, ну, будто это такой, член Иисус Христос во вселенной Дюны. В принципе. согласен. То есть он избранный. А я знаешь, о чем сейчас подумал? Да, вообще о роли женщин в жизни Полу. Только сейчас подумал? Ну, вот прям насколько сильно женщины в его жизни ему давали вот эту веру, направляли и даже не интуиция, ну, сколько поддержки они ему дали. Вообще, мне кажется, женские персонажи прям очень классно продуманы, сыграны в фильме. И вообще роль женщины очень классно показана. Да, вот какова роль женщины вот в его пути, вот мужчины? Это ко мне вопрос. но я сейчас по фильму какие-то вот вещи я вынесла там, например, то, что еще когда он к Фриманам попал и решали судьбу, это очень интересно было, такой момент я заметила, что решали судьбу, что с ним делать, там был совет и там было очень много женщин, и голоса этих женщин, они были важными, значимыми, и еще когда когда они захотели его отправить в пустыню, и когда Чани ему тоже говорила о том, что мы здесь все равны, мужчины и женщины, то есть Фриманы этим отличаются, например, в империи не могли стать, ну, то есть императору нужен был наследник, почему сестры Бене Гессерит, они давали команду своим этим ученицам рожать только девочек, чтобы это все контролировать, то есть они должны были через девочек, да, вот, и императором не могла стать женщина императрицей, как я поняла правила игры, или нет, книги как, да, муж император, да, то есть принцесса Ирулан не могла сама стать императрицей, поэтому ей нужно было там условно за пола замуж выйти, у Фримана все по-другому, ну, хоть у них вождь вроде мужчина, но у них все равно женщины явный вес, то есть они открыто сидят за столом и обсуждают это, а в империи получается, что женщины, они вот только сестры гессерит эти, имеют какое-то влияние, они закрыты, они такие серые кардиналы, то есть они управляют в тени, а Фриманы, там женщины равные, и когда Пол сказал Чане тоже, я очень хочу быть равным тебе, это крутая мысль, да, в моменте то, что он сказал, что он поставил себя ниже, он по сути свое эго переступил через свое эго, и он сказал, что я хочу дорасти до твоей силы, могущества, потому что там были совсем другие правила, там все равные, и там другие правила, жесткий выход из зоны комфорта, ну, а каково это довериться, ну, блин, да, не тебя мне надо спрашивать, как мужчинам довериться женщине, ну, по факту, это же доверие в первую очередь Пола к женщинам, к маме, к сестре, к чайни, к своей женской части, ну, да, а как это, ну, вот, типа, где, ну, мужское эго, мое, примитивное, да, оно не ходит, ну, типа, ну, в смысле я доверяю женщине, ну, вы же условно более слабый, ну, я вот такой мужчина, да, у меня прям, ну, эго подкидывается на это всякий раз, когда я не воюю с тобой, но при этом мой нож уже вот у тебя вот здесь где-то стоит, и ты вот говоришь, да, да, я верю тебе, доверяю, но сделаю все равно, как я хочу, как я думаю, ну, чисто мужская такая позиция, ну, у меня часто срабатывала. Но он и делал так. Да, вот, а тут вот довериться, что... Ну, он доверился маме, он не доверился Чане, по сути-то. Думаешь, не доверился? Не, ну, там просто сыграли. Ну, что ты имеешь в виду? А, или какая-то часть его до сих пор ещё не доверяет ей. Подожди, а вот такой момент главный, мне кажется, он, когда выпил живительную воду, он умер. Ну, типа сказали, Кстати, там очень классный момент такой, она сказала, что, когда Чане подумала, что он умер, все процессы его настолько замедлились, что стали абсолютно незаметными, но при этом происходили самые мощные процессы, которые только могли бы произойти. И что это значит? То есть, трансформация, но при этом он, ну, они происходили абсолютно незаметные. Они настолько медленные, то есть, они же вроде стремительные очень, он проснулся совершенно другим человеком, который видит, но при этом они настолько замедлились и были незаметными. То есть, это тоже такая классная мысль. И вопрос вот интересный складывается, то, что именно слёзы весны пустыни именно оживили, да, его, ну, почему, почему тут такая, ну, тут, мне кажется, линия то, что именно вот эта любовная составляющая, любовь сыграла важную роль, чтобы вот вот эти трансформационные процессы завершились, и он, ну, новый он родился. Он, по сути, вот умер, старая версия его, и родился новая версия благодаря физической слезе, вот этой весны пустыни. Офигенно! Ну, а теперь, как она это сделала? Ну, Чана же тоже свой путь проходит? Извини. Тоже проходит свой путь? То есть, а для неё это тоже выбор, потому что она приходит к маме, да, Пола, и говорит, типа, ты это всё сделала, типа, со своим сыном, у неё полная ненависть к ней, недоверие, но при этом, когда она голосом заставила её, а перед этим сказав, что она есть, она в этой судьбе прописана. что ты тоже часть этого пророчества. И вот тут голосом её вроде заставили это сделать, но по факту она тоже же в себе это не принимает, что она всего лишь часть. Это тоже для меня такое эго, что, типа, в смысле я всего лишь часть и не выбираю свою жизнь. Ну, мне кажется, что она, в принципе, в это пророчество не верила. Тут ещё её изначальные взгляды важны. То есть она не верила в это пророчество. У неё изначально... Она не тот человек, который хочет поклоняться какому-то пророку и так далее. Чужеземцу. Чужеземцу. Она считает себя свободной. Да. Вот. Но при этом она любит этого человека. Она любит человека, но не Лисана или Гриба, она любит Пола Атрейда. Обычного. И тут складывается прям ещё одно следствие, как из-за того, что именно чужеземец и его перевод имени голос извне. Почему именно вот с другой планеты должен был человек приехать? Почему, типа, вот нет пророков в своём отечестве? В своём отечестве, да. Почему именно, ну, вот так вот всё закручено и вот эти все нюансы приводят в точку, что, наверное, если бы ты был вот внутри своего отечества, то ты бы не имел себе вот этой дуальности, крови вот этих других планет. И только имея силу и оседла в червя вот эту теневую свою сторону, агрессию, смерть и использовав её во благо, ну, стать вот вот этим избранным, который смог бы всё-таки достичь этого баланса. Ну, знаешь, я это вижу, ну, если да, там, сакральный смысл этому придавать, то проблема, созданная в моём мышлении, не может решиться этим же мышлением. То есть, вот этот выход за рамки, то есть, он поэтому извне, потому что он видит по-другому, его ракурс зрения, он другой. и условно, вот опять же, чем плоха слепая вера, ну, на мой взгляд, это тем, что, как Пол же говорил, они вчера были мои соратники, друзья, а сейчас они мои поклонники, да, как он так сказал. Последователи, да, то есть, опа, вспышка, и всё, они просто за ним идут, ну, вот в этой своей вере, что он за них всё решит. Такое перекладывание ответственности тоже есть. И вот Чана, правильно? Чане, она про это говорит, типа, где ваши выборы? То есть, она не верит в пророчество, как в предначертано. Как последование, как, чтобы каждый следовал за ним. То есть, не инструкция, да, а ты делаешь свои выборы. И она вот это в нём не принимает, что Пол как будто бы, вот поверил, что у него есть только один выход. Да. Вот. Но мне кажется, что это не совсем так. Ну, как минимум, в их вот этой любовной истории, их земных людей. Давай, на самом деле, круто оставлять какие-то вопросы, неотвеченные, да, ситуации, потому что человек будет додумывать. Любой зритель, он по-своему воспринимает все интерпретации, да, и классно, что мы вообще эти вопросы подсвечиваем, затрагиваем, ну, я типа сам получаю удовольствие. Вот, если бы я посмотрел фильм один, я бы так не зашёл глубоко в осознание, да, вот этих процессов, которые... Над фильмом работала большая команда, она реально закладывала туда очень много вот этих всех под наготных. Кстати, вот, когда день рождения было вот на Барона, имя я тоже могу неправильно произнести. Фейт Раута, вот. Он, когда сверху смотрели на все его действия, планы внутри планов, покажи мне, кто ты, то есть, вот то, что кто-то планирует, вот эту какую-то преднаписанную судьбу, и ещё внутри этого плана всегда есть планы, и то есть, вот избранный, либо претендент на то, чтобы быть избранным, потому что наоборот, он же тоже был одним из претендентов на трон, они по сути ведут вот этот некий бой, хотя всё как бы спланировано, и все желают контролировать избранного, контролировать судьбу. Вот, видишь, контролировать. А контролем не существует. По факту, да, офигенная мысль, которую я вот, ну, плюс-минус хотел бы прям докрутить, это то, как Пол говорил про специю, то есть, по факту, он сказал, типа, я взорву её, то есть, если я не могу уничтожить, то я не могу этим управлять и контролировать. То то, что я могу уничтожить, вот именно это я могу контролировать. класс. Ну, спорное такое утверждение было, когда я его первый раз услышал, типа, а ты же ничем не контролируешь, ну, типа, это же всё у тебя, вот, твои иллюзии, что ты на самом деле чем-то контролируешь. по факту может произойти всё, что угодно. Вот здесь и сейчас в секунду всё может поменяться. Прикольно. Он мог проиграть в этой битве, да, решающей, барону, ну, типа, затрон. Не только ему, да, там, не знаю, кипич был, подскользнулся. Вообще интересно то, что вот фильм нас ведёт к одной концовке, в книге концовка немножко другая, как ты нам уже подсветил, и у каждого человека, наверное, остаётся выбор, за какую, за какую окончательную версию он будет топить в голове, да, какие там оправдательные причины он будет искать. Хотел бы, да. Потому что это модель, которую он перекладывает на свою жизнь. Ну, типа, круто вот по ощущениям прийти в кинотеатр в каком-то состоянии, да, посмотреть этот фильм и выйти вот в состоянии героя, творца, или в состоянии, там, вот, кого ты себя синхронизировал с кем из героев. И, по сути, фильм — это некая такая, такой импульс, который тебя из твоего состояния, ну, зашоренности выбивает тоже в другое состояние. Вот то, что мы сейчас сели и начали обсуждать и хотим дальше, это про транслировать, какие-то вещи. Это же, по сути, продолжение импульса, который сначала был заложен создателями фильма, потом те, кто его смотрит, и это вот такая, как бы, нарастающая волна сознание. Я вспомнил, когда я смотрел вторую часть, 8 марта. Я проснулся, такой, я хочу, вот, сегодня я себе делаю подарок своей внутренней женщине, я иду смотреть двадцать шестой марта, двадцать шестой марта, ты, подожди, с 8 марта 14 дней прошло, две недели, ты уже третий раз, три раза посмотрел. И как вот третий раз был? Все еще интересно? Вчера я по фильму хотел увидеть вот обывательским взглядом, типа вот просто посмотреть и сказать, офигенно снятый блокбастер. Не искать смысла. Да, вот знаешь, увидеть эту вот картинку, и, ну, не особо получалось, все равно я еще где-то, у меня подсознание выхватывало какие-то моменты, типа, ты все равно не заметил этот, ну, вот такой символ, да, там какой-то смысл. Ну, там очень много их. вот если бы, мне кажется, просто обывательским взглядом очень непросто это сделать, потому что вот даже, вот мы еще не обсудили, к примеру, момент, который тоже один из основных. Вот в утробе матери Пола, сестра его, когда, когда вообще вот эту живую воду она выпивает, она же, кто передает эту силу маме Пола, она такая испугалась, почему, потому что поняла, что впервые в жизни, в истории родится уже ребенок с этой силой, как, как эту силу называли вот? Бене Гессери, какая-то другая сила, типа, которая может изначально предвидеть уже в утробе. Затская, но это мужчина. Да, что мы плохо можем произвести. Ну мы там сейчас напишем субтитры. Но она нет, им станет пол, как-то права. Да, но... А она как-то по-другому. Ну какой-то там пророк, в общем, да, та, кто будет видеть варианты все эти, но уже родилась. И в итоге она, по сути, ну еще в утробе эмбрион. Человек, вот который мы сейчас вначале затронули, вот просто только зарождается сознание. Еще не видела реального физического мира в утробе матери. И она уже через маму транслирует какие-то сакральные смыслы полу. Она такую вещь сказала в середине фильма. Не бойся, я с тобой люблю тебя. Я тебя люблю. Это же, это же код вообще. Я тебя люблю, ну неважно, какой ты есть, вот. И человек еще не видел этого физического мира, не видел своего брата, и он транслирует вещи неоспоримые. Чувственно. Вот, это чувственная связь, которая, ну, объединяет. У тебя слезы на глазах, смотри. В дополнение к твоему, опять же, женщина, то есть в данном случае дочка помогла пережить вот живую воду, вот этот процесс, а полу помогла чайной. Чайной. Чайной, да. Чайной помогла пережить, опять же, то есть, типа... А только чайной ему разве помогла пережить? Если ты хочешь сказать, скажи, что ты всего на вопрос спрашиваешь? Это вопрос у меня такой, то есть я как-то увидела, что в том числе его развитая женская часть внутренняя. Ну, я имею в виду, что парность. Ну, да. Что и там, и там, типа, ни мама, ни побы, одни не справились, но у них была вот такая вторая половинка в виде женщины. Вау. И они, да, помогли справиться вместе. То есть, вот, вообще прикольно. Мы не претендуем, да, что наша какая-то позиция, вот то, как мы видим этот фильм, является истиной, да. Мы просто хотим, ну, поделиться то, как мы, вот, любопытно обсуждаем. Потому что я, может, вижу только деревья в лесу, да. А может, я только лес, да, и не вижу другие части. Но классно, допустим, в комментариях услышать, ребят, от вас, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, ну, много кто посмотрел, у многих есть те вещи, которые мы не заметили. Вот, чтобы было интересно обсуждать и, допустим, следующие выпуски снимать, давайте тоже проявим какую-то инициативность. Мы с удовольствием прочитаем, да, обсудим какие-то моменты с вами. Ну, и я просто получаю удовольствие. Для меня задача этого подкаста была осознать те вещи, которые я благодаря вам смог это сделать сейчас. У вас еще есть какие-то нюансы, что бы дополнить? Потому что я прям кайфую. Наверное, будут приходить еще, но потом, если что, напишем еще что-нибудь. Что я могу сказать? Я думал, что вот ты всякий раз вот это, внутренняя гордыня, что ты все знаешь по этому, да, вот, фильму или там подкасту и очень кайфово, и это максимально, что мне нравится, когда я вот в обсуждении вижу, опа, еще какую-то аналогию, связь, и ты такой, да это же хаотичность, да, вот. почему я там люблю хаос, потому что он бесконечен, и ты вот бесконечно можешь видеть что-то другое, хотя казалось бы уже в каких-то для тебя понятных вещах. по скрипту последняя, вот, походка, в самом начале второй части была походка. А, да, классная штука. то, что я видел в кассетах, то, что походка должна быть такой. Вот такой должна быть. какой-то определенный шаблонный. Нарушать ритм. А ему сказали, что она должна нарушать твой собственный ритм. Опять же, не верит женщине, это вот прям настолько явно было, ну, для меня показано, что она ему говорит, вот делай вот так, и он такой, да я знаю, я, ну, типа, ты что меня учишь, я знаю, да, морское именно эго, что типа, ну, ты кто такая, вот тут учишь меня. Но он доверился, да, и начал делать, повторять за ней, и менять, да, свои. Мне кажется, в этой походке тоже есть какой-то смысл, но я его пока не нашла. Что-то туда заложено. Ну, интересное. Не исключено. Вот эти шаги такие, как-то они прописаны прям. То есть, есть рациональное восприятие, то есть ты математически, там, шахматная логика, ты просчитываешь, вот как может быть из возможных вариантов развития событий. А когда ты нарушаешь этот ритм, ты уходишь в нелинейность, иррациональность. То есть, по сути, ты сам нарушаешь вот эту структуру математическую и получаешь то, что получаешь. Уходишь в конфликт, уходишь в неизвестность и как-то доверяешь больше судьбе. Но даже конфликт принес-то, по факту, принес больше опыта. И еще очень интересно, почему Пол так легко вот в это вклинился? Во что? Ну, вообще, в Дюну, в это пророчество. И Фрименом он стал, по факту, быстро. Даже для них, если учесть, что он, типа, не всю жизнь там жил. Это про обучаемость его. Адаптивность, гибкость. Да, и в этом обучали с детства. Там та же мама, те же сестры, да? Но в книге есть выражение Пола, где я прям очень кайфанул с него, прямо у меня случайно сегодня всплыло, где Пол говорил, что он видит во всем опыт, что, типа, любое действие, что бы ни произошло, есть опыт, из которого ты можешь взять ресурс. Вау! Помнишь, они сказали, когда в нас есть страх, у нас недостаточно ресурсов? Что ты такое думаешь? Когда ты, смотри, когда ты на ментальном уровне действуешь из... У нас ограниченные ресурсы. Из страха. И поэтому мы действуем сейчас из страха, типа, вот этими пугаембайками. А когда у тебя, ну, вот это гибкое сознание, когда ты понимаешь, что любое взаимодействие ты даёшь, отдаёшь, безусловно, понимая, что ты всё равно получишь опыт, ты всё равно получишь взамен много больше, но ты не ожидаешь ничего. Ты вот в эту бесконечность входишь, что, ну, пространство благоприятное для тебя. И ты вот без страха туда идёшь. Ну вот, а ожидание, то, что это же выгода. Ты видишь сразу выгоду. Условности, грани, чёрное-белое. Опять же, очень офигенное выражение матери, когда Пола в первой части проверяли, вот это молитва, да, которую, ну, условно молитва, которую она про страх читала. Страх, есть маленькая смерть, и только когда страх пройдёт меня сквозь меня, и после этого не останется ничего, останется только я сама с собой. То есть, это же по факту, вот, ты убираешь страх, переживаешь вот эти какие-то локальные смерти, эго, и открываешь вот свой разум, расширяешь сознание, и вот ты тогда честен сам собой, и вот тут твоя сила, вот, из которой ты можешь уже вещать и сути своей. Вот, как ты это понимаешь, и чего ты хочешь. Ну, я что сейчас, соглашусь с тобой, что пол, возможно, ещё, да, не дошёл до своей сути, и всё-таки придаёт где-то себя, как земного человека, во благо, в условное, возможно, благо всеобщего, там. Ну, если путь прописан, это же не значит, что его нельзя изменить. Да. Можно? Я вот, мне кажется, сейчас концовку вам скажу, у меня прям мурашки, вот, мне кажется, круто мы это всё подвели к тому, что в конце, когда пол подходит к императору и уже, ну, хочет отомщение произвести, убить его, император такой, император, он показан как, ну, антигерой. И он говорит ему, я убил твоего отца, потому что твой отец принимал решение сердцем, поэтому он был слабым. То есть, и мы понимаем, что это наоборот. Если ты принимаешь решение сердцем, доверяешь своей интуиции, видишь большую картину, то ты можешь победить, ты можешь править вселенной, ты можешь быть истинным императором, истинным хозяином своей жизни. Вопрос, возник, ну, вам или там, слушателям, а кем вы себя ассоциируете, с каким персонажем в Дюне? Мне кажется, со всеми понемножку. Конкретно давай зададим вопрос нашей аудитории. Ребят, напишите, с кем вы себя ассоциируете, какие у вас вопросы, комментарии по поводу фильма нашего выпуска. И надеюсь, что мы еще раз соберемся и после уже всех бесконечно верим прочитанных, просто потому что я себя не чувствую пола в данный момент. Я вот как раз наоборот. Я замешательствую. Я наоборот. он, да, вот этот вот. А тоже вроде бы антагонист. Но по факту Довольно благородный все равно. Да, но я в нем вижу благородство, когда он даже убивал. А как он говорил, как он говорил, когда убивал? Ты славно дрался, да. ты славно дрался. То есть и в нем нету... Страха смерти. Ну, да, безусловно. И это тоже, но в нем есть вот мужество. И опять же, одна из сестер сказала, что типа для него благородство крутой мотиватор. Но он причем у него были и слабые стороны, то есть им хотели управлять посредством сексуальной энергии. Это я, я же говорю. Окей, я понял. Легко соблазнить. Все, ребят, на самом деле можем бесконечно общаться, не можем закончить. Очень круто. Хочу поблагодарить вас, что составили, инвестировали время в этот подкаст. Хочу поблагодарить вас, что смотрели нас. Встретимся в следующем. Тебя. Спасибо тебе, Макс. Благодарность. Благо принимаю.